Я просматривал свой список причин, почему каждый мужчина должен попробовать просыпаться в четыре утра хотя бы раз в неделю. Тогда я подумал, а почему бы вам просто не показать результат? Что вы увидите? Это видео, как я пробежал 40 юрдов. Бум, вот так вот, три с половиной секунды. Новый мировой рекорд. Хорошо, парни, я шучу, нет, если вы будете вставать в четыре утра, это не сделает вас быстрее. Но что произойдет, так это вы получите три дополнительных часа в сутках. А это 20 часов в неделю для того, чтобы делать то, что вы хотите. Что я сделал со своими 20 часами? В течение недели я выходил на пробежку, я вернулся к ведению дневника и заполнил 14 страниц. К тому же я сделал еще кучу всяких дел по дому. Включая то, что повесил качели во дворике, почистил водостоки на крыше и починил половицу. Я готовил завтрак в течение шести дней. Да, это была яичница, но это считается, ведь так? Все, что я только что назвал, это личное. Я даже не добрался до тех вещей, которые я мог сделать по бизнесу. И это привело меня к первому пункту «ты впереди на голову». Именно поэтому я показал вам видео, где я очень странно бегу задом наперед. Конечно, я могу пробежать 40 ярдов за три с половиной секунды, если я замедлю время. Господа, это именно то, что происходит, когда ты встаешь рано. Понимаете, в 4 утра, в 5 ваш телефон не разрывается от сообщений. Вам никто не звонит, никто не пишет сообщения на почту. У вас есть время на себя. Время подумать и спланировать свой день. Это приводит меня ко второму бонусу «Появляется время на дневник». Подумать и спланировать свой день. Называйте как хотите, вы просто берете и достаете все мысли из вашей головы, перекладываете их на бумагу, и этот момент он трансформирует вашу жизнь. Давайте поговорим об этой магии, которая происходит, когда ты записываешь свои мысли в дневник. Ваш мозг открывается, он расположен к тому, чтобы думать. И это следующий пункт, который я хотел обсудить. Вам нужно время, чтобы думать. Звучит просто, но у многих мужчин просто нет на это времени. Они идут по жизни, работают, взбираются по лестнице, которая приложена к нитой стенке. Они понимают, что работали над тем, что не имеет значения. Поэтому, когда вы выписываете мысли, вы можете взглянуть на все со стороны и задать себе вопрос, а имеет ли это значение? Важно ли это для меня? Так, перед тем, как мы перейдем дальше, давайте найдем слона в этой комнате. Сон. Или, точнее, недостаток сна. Лично мне требуется 8 часов. Так что в ходе эксперимента я ложился спать довольно рано, около 8 вечера. Некоторые из вас скажут, «Да, Антонио, если я такое попробую, то мой график сна пойдет по бороде». Мой ответ? Вы уверены? А как вы следите за своим сном? Давайте теперь поговорим про занятия спортом. Вы знаете, какие плюсы приносят занятия спортом? Все вам говорят, что это полезно, но тогда почему вы не делаете этого? Все очень просто. Вы говорите, что у вас нет времени. Прелесть раннего подъема. У меня не было такой отмазки. Наоборот, выйти на пробежку в 5.30 было очень просто. Я уже был на ногах полтора часа, я уже выпил свой кофе и был в ожидании выйти на улицу. Мне хотелось отвлечься от того, что я делал. Суть в том, чтобы найти время на тренировку было очень легко. И я не просто делал упражнения, а даже делал более длинные пробежки и прогулки. Я также проводил 40 минут, занимаясь йогой, когда обычно мне приходилось выбирать либо пробежку, либо йогу. А так у меня получалось делать все. Да, знаю, что многие из вас тренируются по вечерам, это прикольно. Но все равно есть много плюсов от того, чтобы разминаться и растягиваться с утра. Особенно с возрастом, потому что это дает энергии на весь день. У вас появляется отличное самочувствие и энергия, которая сопровождает вас на протяжении всего дня, а не в конце, когда вы уже готовитесь ко сну. В течение 20 часов после тренировки в организме выделяется много гормонов, поэтому я предпочитаю, чтобы пик этих гормонов выделялся как раз тогда, когда я собираюсь работать. Еще один плюс просыпаться в 4 утра, я будил свою жену в 6, поцелуем и кофе. И где-то с 6.15 до 6.45 мы просто сидим на крыльце и болтаем. Я уже позанимался, поделал дела по работе, уже много чего сделал и я готов уделить ей время. У нее день начинается с совместного кофе и я никуда не спешу. Так что мы можем просто говорить и наслаждаться друг другом. Перейдем к завтраку. Скажу честно, пару месяцев назад я выпал из рутин завтрака. Не знаю, я как-то не чувствовал голода по утрам, может это мой кофе. Я заправляю его сливками и сахаром, так что он довольно питательный. Уже позже на работе я начинал чувствовать голод. Вот в чем дело, когда просыпаешься рано, я не сразу садился есть. Я сначала занимался и делал всякие дела и где-то к 7 утра я уже становился голодным. Я был на ногах уже 3 часа и что? А завтрак у меня уже готов? Иногда я добавлял туда и отбивную или моя жена готовила блинчики. Мы с детьми любим вкусно поесть и у меня получалось уделить им время, чтобы быть рядом. Следующий плюс относится к тем, кто работает в глобальной команде. В моей команде есть люди из Филиппин, Будапешта, Украины, Флориды, Джорджии. Дело в том, что все эти временные зоны впереди меня. Поэтому, когда день только начинается у меня, то у моих людей в Филиппинах день уже заканчивается. И это может быть проблемой, когда надо решить некоторые дела или провести совещание. Поэтому, когда я начинал свой день в 4 утра, то я мог в 4.30 уже присоединиться к собранию. Я мог поговорить со своими работниками, я мог получить моментально обратную связь и им не надо было задерживаться до полуночи. Они могли раньше закончить работу, мы смогли сделать за 2 часа больше, чем бы делали за 4-5 часов позже днем, потому что люди уже заканчивали свою работу. Еще один плюс вставать рано утром – это более короткий рабочий день. Я заканчивал свою работу где-то в 2 часа дня. У меня было нормальное утро с 8 до обеда, я ел. Затем я возвращался в офис, еще на пару часов завершал дела. И где-то в 2 часа я уже уставал, потому что я уже посвятил достаточно времени работе. При этом я был очень продуктивным. Самое важное, я успевал делать видео раньше, потому что последние несколько месяцев я снимал видео поздно, иногда прямо вечером. Задерживался на работе до 7 и иногда в 8 вечера. И мне это не нравилось, я пропускал ужин с семьей, но потому что я начал вставать раньше, снимать видео раньше, и я возвращался домой к 3-м, то у меня было время для того, чтобы сделать дела по дому и успеть к ужину в 6 вечера. Ладно, это все хорошо, буду ли я продолжать вставать в 4 утра? Ответ – нет. Вот почему мне не нравится ложиться спать на 2 часа раньше, чем моя жена. Я не укладывал спать своих детей. Но я буду просыпаться в 5 утра, и по-прежнему успевать делать большую часть вещей, если буду дисциплинирован. Субтитры создавал DimaTorzok